МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте! В студии Алина Ваучейская. И вот о чём расскажем сегодня. Геолого-разведка на арктических территориях осуществляется в недостаточном объёме, а месторождения не осваиваются длительный период. К такому выводу пришли участники Государственной комиссии по развитию Арктики. Как намерены решать проблему? Готовность 60%. В 5-й городской школе продолжается капитальный ремонт. Что планируют заменить в образовательном учреждении и укладывается ли подрядчик в сроки? Нарьинмар преображается. В окружной столице полным ходом идёт благоустройство дворов, пешеходных зон и памятников. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. 25 июля в Москве вице-премьер-представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В ходе заседания рассматривались новые меры господдержки инфраструктурных проектов в арктической зоне России. Участие в заседании Госкомиссии принимал и губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. На Госсовете говорили и о программе геологического изучения недр Арктики. По словам вице-премьера, геологоразведка на арктических территориях осуществляется в недостаточном объёме, а месторождения не осваиваются длительный период. Члены комиссии договорились о создании рабочей группы по решению этого вопроса. Что касается новых мер господдержки арктических проектов, то система преференции уже готова, отметил Юрий Трутнев, и она должна стать эффективней дальневосточной. Информация о практической готовности преференции для инвесторов, работающих на арктических территориях, крайне важна для нашего региона, отметил по окончании заседания губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Новые меры господдержки арктических проектов будут представлены президенту. Взятая за основу система преференции для бизнеса, уже работающая на протяжении ряда лет на Дальнем Востоке, станет опытом, который может быть успешно имплементирован на наших арктических территориях. 145 экстренных вылетов в отдалённые уголки Заполярья совершили сотрудники санавиастанции Ненецкого округа за полгода. Помощь получили 193 пациента. Об этом сообщает информационное агентство НАУ-24 со ссылкой на отделение экстренной санитарно-авиационной медицинской помощи Ненецкой окружной больницы. По словам медиков, санитарная авиация применяется в регионе для оказания жителям сельской местности экстренной и консультативной медицинской помощи для эвакуации больных в Нарьинмар из населённых пунктов, из мест кочевий коренного населения, стойбищ и вахтовых посёлков. Так, в первом полугодии несколько раз спасали экстренных пациентов с акватории Баренцева моря. Два человека было эвакуировано с морских судов и ещё два с морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная». Кроме того, санавиация совершила 48 вылетов на материковые месторождения, с которых эвакуировано 52 пациента. В вылетах участвуют врачи Ненецкой окружной больницы в зависимости от профиля необходимой медицинской помощи. Авиаперевозчиком экстренных бригад окружных медиков является Нарьинмарский объединённый авиаотряд, с которым учреждением заключён контракт в соответствии с проведёнными процедурами торгов. Готовность 60%. Вице-губернатор Ненецкого округа Наталья Сидорова проинспектировала ход ремонтных работ в 5-й городской школе. Что планируют заменить в образовательном учреждении и укладывается ли подрядчик в сроки, расскажем прямо сейчас. Непривычно белые стены и рабочий беспорядок. Так сегодня выглядит здание 5-й городской школы. Мастера готовят входы в кабинеты для замены дверей. Впрочем, кое-где уже завершается покраска стен. Ну, первый раз первый слой, второй слой – это подфинишный угол. И сколько примерно уходит на покраску одного кабинета? Три часа. Цветовую гамму как в учебных классах, так и в рекреациях подбирали тщательно и с учётом мнения педагогов. Разработкой дизайн-проекта занимался коллектив 5-й городской школы. Для сотрудников образовательного учреждения новость о капитальном ремонте стала весьма приятной и долгожданной. Школа была принята в 2000 году, и с тех пор ремонта не было. Были такие маленькие ремонты – окна, двери, санузлы, канализации и так далее. Ну и, в общем-то, постепенно подошли к такому большому ремонту. Обновляют все помещения образовательного учреждения. Так, например, в столовой уже заменили кафельную плитку. Ремонтируют и актовый зал. Там устанавливают подвесные потолки. Кроме того, в школьном дворе планируют обустроить спортивную площадку для проведения физкультурных занятий на улице. В конце мая у нас был заключен контракт. Порядка 70 миллионов выделено на ремонт здания. Срок окончания работ – 16 августа. На сегодняшний момент выполнено порядка 60% работ. Помимо косметического ремонта в школе идет полная замена системы электроснабжения и противопожарной сигнализации. По работе сделан подготовительный процесс под покраску стен. Большая часть электрики сделана, то есть заложены кабеля, силовые светильники сделаны, двери установлены. То есть процесс идет к завершению. Помимо работ внутри здания, подрядчик должен отремонтировать кровлю. Срок окончания всех работ – середина августа. Поэтому уже 1 сентября ученики 5-й городской школы придут в полностью обновленное образовательное учреждение. Алина Волчейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Окружная столица преображается буквально на глазах. За короткое северное лето подрядчикам нужно успеть выполнить свои обязательства по контрактам и воплотить в жизнь проекты по благоустройству города, инициированные в том числе и местными жителями. О том, как изменится внешний облик Нарьинмара в ближайшие два месяца, в интервью нашей съемочной группе рассказал руководитель управления городского хозяйства Григорий Коваленко. Первая территория, где работы по благоустройству уже завершены, расположена в микрорайоне Качгард. По инициативе бывших работников уже не существующего рыбокомбината прогулочная зона, по которой люди привыкли сокращать путь до остановки, превратилась в уютный сквер. У нас был он переходящий, словно с прошлого года, потому что конкурс был разыгран поздно, тогда уже типа в зимнее время. И было решено перенести на этот год и сделать до 20 июля. Работы тоже, в принципе, выполнял здесь с употрядчиком, с употрядчиком было. Они выполнили точно в срок, мы уже отчитались по этому проекту. Единственное, что сейчас буквально на этой неделе привезут, на этой или до конца месяца привезут скамейки, такие именно заводские скамейки, урны установят, и тут работы практически все будут завершены. Работа сделана точно по проекту, посажены, естественно, и кустарники, деревья, шиповник, сделана стоянка для машин, чего здесь не было. Ну и так, и площадка, в принципе, для отдыха. Если так смотреть, понаблюдать, здесь народ даже уже по Тулара не ходит, а вот именно по этому скверику. А раньше, вы видите, какой он был неухожен и все прочее. На месте бывшего неприглядного пустыря в районе центра занятости населения в скором времени появится общественная территория для активного семейного отдыха, единственная на всем протяжении так называемого Арбата. Работа на объекте выполняется в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. По словам Григория Коваленко, подрядчик общества с ограниченной ответственностью РИЦ показывает хорошие темпы работы. Я думаю, что этот сквер будет радовать граждан, потому что он находится в центре, тут же и, так сказать, называемый Арбат, и в любое время люди могут отдыхать. Это ряд спортивных площадок, где бы баркаута предусматривается, и, естественно, много детского оборудования, скамеечки, освещение, озеленение, и плюс мягкое покрытие, причем оно цветное, и я думаю, что оно будет украшать центр города. Обеспокоенность заказчика управления городского хозяйства вызывает второй объект, которые появятся в окружной столице при софинансировании федерального бюджета. Речь идет о территории в микрорайоне Мирный. Здесь, в районе дома номер 16, по переулку Рождественский, подрядчик должен обустроить спортивную площадку с мягким покрытием для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол. На сегодняшний день индивидуальный предприниматель выполнил только планировку участка и частично завез строительный материал. При этом срок окончания работ на этом объекте, как и на предыдущем, 1 октября текущего года. Мы давали, так сказать, большие сроки, почему, чтобы вовремя успели материалы завести в период навигации. Конечно, малые объекты мы давали, там, и 15, и 20 дней, то есть небольшие, а такие вот именно сложные объекты, да и финансирование мы заказываем, что вот в сентябре, в октябре, чтобы было финансирование, и чтобы они не торопились и выполнили работы качественно. Ну, кто-то, естественно, где-то игнорирует, у нас срок большой, но у нас лето проходит быстро, потому что погода меняется тоже быстро, поэтому мы их собираем и говорим, что выполнять работы надо вовремя и точно по представленным календарным графикам, которые существуют. То есть, потому что, как я сказал, и у меня плодерки есть, и в округе проводятся, в департаменте, именно по этим объектам, которые относятся к городской среде, там, где участвуют федеральные деньги. Работы по благоустройству города продолжаются не только на новых объектах, так, например, в районе памятника леса заводчанам деревянный тротуар, который идёт от палубной доски и заканчивается в районе бани, заменят 3D-плиткой. В планах управления городского хозяйства оборудовать подъезд к памятнику и парковку для автостоянки, установить дополнительные клумбы и провести озеленение территории. Я не говорю, что это работа одноделанная, вот сегодня за год мы это сделаем. Тут я считаю, что работы ещё много, вот, и каждый год будем выполнять, потому что, кроме этого, например, парка, у нас, сами знаете, есть вот парк или сквер портовикам, и там тоже планируется всё это, там и плитка подвалилась, плюс там беседки, которые там, скамейки, покрытие, карбоновое покрытие поменяется, поменяется, облицуется ещё то, что есть, памятник, где отвалилась плитка, и плюс мы планируем в этом году перенести памятник буксира комсомольцев на эту же территорию. Вот, тоже, этот же конкурс тоже объявлен, это вот именно, так сказать, программе, и округ участвует, и город участвует, ну, я имею в виду финансами, именно обустройство парковых зон. Облик окружной столицы меняется на глазах. Параллельно с обустройством новых игровых и спортивных площадок, скверов и парков появляются пешеходные зоны. Например, в районе Кольцевой автодороги уже появился тротуар. В настоящее время ведутся работы по обустройству пешеходной дорожки между первой школой и домом номер 29 по улице Ленина. Как уже ранее сказал Григорий Борисович, городские окружные власти держат руку на пульсе, чтобы все подрядчики выполнили свои обязательства по контрактам в соответствии с графиком. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Сдал вторсырьё, помог детям-инвалидам. Под таким девизом в Ненецком округе продолжается благотворительная экологическая акция, организованная некоммерческим фондом экоразвития Ненецкого округа при поддержке региональной администрации. Подробнее в нашем следующем сюжете. Пластиковые бутылки, алюминиевые банки, картон, газеты, журналы, бумага и книги. Всё это считается вторсырьём и может быть переработано и использовано снова. При этом собирать мусор раздельно можно как у себя дома, так и в лесу. Мусор мы собираем не только по акции, а и в обычной жизни. Когда мы с друзьями ездим на пикники в лес, мы первым делом берём перчатки, берём мусорные пакеты и идём убирать мусор со всей окрестности. После того, как мы всё собрали, мы уже разжигаем костёр, делаем шашлыки и отдыхаем. Ну и после себя, естественно, мы тушим костёр, весь мусор вывозим. Вывозить рассортированный мусор для повторной переработки жители округа теперь могут в приёмный пункт фонда «Экоразвитие НАО». Заодно принять участие в акции помощи детям-инвалидам. Использование вторичного сырья, в том числе и бытовых отходов, позволяет изготовить множество продукции, а также уменьшает загрязнение окружающей среды. С недавних пор, как у нас стал работать фонд «Экоразвитие», мы его сортируем. То есть пластиковые бутылки отдельно, сминаем их, утрамбовываем, алюминиевые бутылки. И ещё картон, также картон и макулатуру. Дома я тоже приучила себя, что я не кидаю весь мусор в одну урну, я также его сортирую. Стараюсь как-то помочь экологии нашего севера. И очень рада, что у нас появился такой фонд, который занимается сортировкой мусора и вывозит его на большую землю. Стоит отметить, наринмарцы активно участвуют в акции фонда «Экоразвитие АНАО». Собрал вторсырьё, помог детям-инвалидам. Приносят журналы, газеты, книги, архивы, картон приносят. Поэтому прессуем и отправляем в кидах. Благотворительная акция продлится до 30 сентября. Все полученные средства будут направлены в общество инвалидов в Ненинском округе. То есть, эти денежные средства, которые, допустим, получаем от приёмного пункта, в город Киров, вот это мы всё отвезём, в вторсырьё. Денежные средства уже у нас поступят к нам в фонд, а мы уже эти денежные средства переведём в общество инвалидов. А там уже будут семьям нуждающимся, где дети-инвалиды. В приёмный пункт фонда экоразвития НАУ расположен по адресу город Наринмар, улица Октябрьская, дом 36, территория торговой базы. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Впереди выходные, а это значит, пора отправляться в лес на тихую охоту. Тем более, что новость о появлении на территории округа первых в этом сезоне грибов уже облетела жителей региона. Грибников в наших краях, как и грибов, в урожайный год много. Казалось бы, ничего сложного, пошёл в лес и набрал боровиков да подосиновиков сколько душе угодно. Однако опытные грибники утверждают, и здесь есть свои правила и нюансы. В них разбиралась Любовь Пермякова. Резать, рвать или выкручивать грибной сезон в Ненецком округе только начался. Но многие из нас уже планируют свои грибные маршруты. Стоит только вооружиться корзинкой, удобной обувью и мазью от комаров. А вот ножик брать с собой совсем не обязательно. Ведь убеждение о том, что грибы нужно обязательно срезать, чистой воды заблуждение. Так как правильно собирать грибы и где найти своё урожайное место, узнаем прямо сейчас. За ядлый грибник и известный в округе эколог Сергей Уваров в лесу чувствует себя как дома. Говорит, что сбор грибов – процесс, который увлекает за собой людей вне зависимости от профессии и социального статуса. Кроме того, по словам любителя природы, здесь можно отдохнуть от шума, да и скинуть пару лишних килограмм. Как правильно, Сергей, нужно всё-таки обращаться? С грибами? Да, с грибами. С грибами не надо обращаться, их надо кушать. Но вообще, как бы в целом, большинство людей просто грибы. Так вот срезают аккуратненько. Это у нас под берёзовичек. Вот, это только сам... Гриб вообще самый большой организм на планете. Потому что основная-то его часть, грибница-то вся, мицели, он находится у нас под землёй. Наверху мы видим только шапочки, плодовые тела. По словам Сергея Уварова, выкручивает обычно одиночные грибы. А если они растут группами, то лучше и легче их срезать. Вообще, наш округ один из самых грибных регионов. По данным энциклопедии, у нас их более ста видов. Плюс десяти им хватает, чтобы вырасти и порадовать грибника. Но не только. Этими дикоросами балует нас июльский лес. Ведь это время заготовки веников. Например, Валентина Кожевина делает такие банные запасы на протяжении более чем пятидесяти лет. По словам женщины, процедуры с вениками полезны не только для здоровья, но и женской красоты. И этому стоит поверить. Ведь в свои семьдесят она выглядит на двадцать лет моложе. Летки хорошие. Ну, часть отхода листиков там лесу оставила, часть едной лесу. Потому что могу заварить, парить ноги. Это же береза. Это же береза. Как нужно правильно ломать? Знаете, вот поделитесь секретами. Что нужно? Ну, кто-то режет ножичком. Я так ломаю обычно, как многие, наверное, ломают. Ну, не верхушки, а где-то боковушки больше всего. Потому что верхушки надо, чтобы они еще росли. Любите лес, да? Ой, я с детства в природе. С детства. Рыбаки раньше нарыбал, когда в лесу, да мы же с деревень. Поэтому лес – это наша стихия. Валентина Селиверстовна – специалист не только по заготовке веников, но и приготовлению ароматных чаев. Один из самых ее любимых – Иван-чай, который еще называют Копорским. Иван-чай – это Копорский чай называется. Почему он Копорский? Потому что под Питером есть село Копоры. И во время войны, когда на наших надвигалось нашествие, немцы там шли, наших солдат очень много было раненых и убитых и всяких. И, в общем, сельчане этого села Копоры восстанавливали этих солдат. Они собирали чай, его формировали, заваривали, как-то настаивали, вот как мы сейчас тоже делаем, настаивали и отпаивали этих солдат. Они восстанавливались и снова шли в бой. Иван-чай обладает множеством положительных качеств за счет огромного количества полезных веществ. Он лечит простудные и хронические заболевания, считается прекрасным успокоительным и болеутоляющим средством. Он приносит такую огромную пользу всему организму, которую не дает даже общепризнанная целительница морская капуста. И вот вам факт из истории. Например, известный ученый Петр Александрович Бадмаев на собственном опыте доказал уникальность и пользу данного напитка. В течение всей своей сознательной жизни он изучал его полезные свойства и противопоказания, регулярно употребляя в пищу. В итоге он дожил до 110 лет, а в подарок на свой 100-летний юбилей получил собственного новорожденного ребенка. Благодаря его исследованиям, многие европейские медики обратили внимание на копорский чай с повышенным содержанием витамина С. В итоге Россия стала главным поставщиком данной травы в европейские страны. Любовь Пермякова, Ленин Шишелов, Телеканал Север. Каникулы продолжаются. Впереди у норьенмарских школьников еще месяц отдыха. А это значит, что есть время не только подготовиться к школе, но и весело и с пользой привести время. Этнокультурный центр представляет цикл мероприятий «Культурные каникулы». Я на волочке сижу, слезы катятся, денег нет, не дрожат, кушать хочется. Прыжки через импровизированные нарты, зорница, пирог, удочка, золотые ворота – все это старинные игры русского, ниньского и коми народа. В течение лета сотрудники этнокультурного центра проводят для детей интерактивные программы, арт-мастерские, викторины и игры на свежем воздухе, что уже стало доброй традицией. Кто-то знает уже, кто-то приходит специально. Но играем мы в русские народные игры, в ниньские игры, в коми игры. Есть уже любимые, которые у нас уже дети приходят, когда кто ходит каждый раз. Сегодня, к сожалению, у нас только берут из такого числа детей. Они уже сами даже говорят, что сегодня будем вот в эту игре играть, будем вот в эту играть. У нас есть уже любимые игры в пирог, потом мы играем часто в удочку, которую вы сейчас видели. Многие ребята именно во время таких игр знакомятся и приобретают новых друзей. Среди них берута Гойерц, которая не пропускает еженедельные развлечения на площади Марацей. Мне очень нравится то, что все в каких-то костюмах. Все что-то надевают не просто пришли в джинсах, в футболке. Мне очень нравится то, что здесь люди не просто ходят, как обычные взрослые, они всегда, как мы считаем, неинтересные. Они, оказывается, могут быть такими интересными. Здесь есть разнообразие игр, а не одна какая-то игра. То, что здесь есть чем заняться. Одна надоела, можно взять другое. С 1 августа развлекательно-игровые программы будут проходить по средам, с 14 до 15 часов. Посетить мастер-классы можно по предварительной записи. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова